Была сформирована комиссия из состава сотрудников администрации, водоканала, Роспотребнадзора и Роспотребнадзора. Проверка выявила, у новостройки по адресу Измайловская 59 нет выхода к общей канализационной системе. Стоят обычные локальные честные сооружения, которые рассчитаны на трехэтажный дом, но здесь этажей больше, соответственно, лосы не справляются с поступающим объемом. Содержимое вытекает во двор, на дорогу в реку и попадает в море. Конечно, надо порядок здесь наводить. Застройщик очень много обещал нам, когда мы покупали здесь жилье, но ничего не делается. В чем тут причина, я не знаю. Конечно, надо наводить порядок, так нельзя жить. Сами жильцы повлиять на застройщика не могут. По их словам, дом даже еще не сдан в эксплуатацию, соответственно, у людей на руках только договор участия в долевом строительстве. И заключить, например, договор на обслуживание локальных очистных сооружений они сами не могут. Вся ответственность сложится на застройщика, который лосы установил, но не позаботился о том, как они в дальнейшем будут функционировать. Выдавался ранний ряд подписаний, но застройщик так и не дошел до Сочи водоканала. Сейчас есть только два варианта. Получить технические условия и построить централизованную канализацию, насколько это затратно, я сейчас не готов сказать. Это все рассматривается при получении технических условий, при разработке проектной документации. Либо то, что он сейчас сделал, установил локальные очистные сооружения, содержать эти локальные очистные сооружения в надлежащем состоянии. Постоянно их обслуживать. Изначально застройщик самовольно подключился к центральным системам водоснабжения, сделал запрос технических условий в водоканале только на ИЖС, а в итоге построил 45-квартирный дом. За увеличение мощности и пропускной способности водопробода не обращался, хотя это предусмотрено законодательством. В итоге из-за недоработок застройщиков вынуждены страдать люди, оставшиеся сегодня без воды. Аналогичная ситуация с другими домами по адресу Измайловская, 40А и Б. Там тоже сегодня жители отключили от водоснабжение.